Доброго времени суток, уважаемые зрители! Прошло три недели майских праздников, все отдохнули, наели шашлыков, наверное, даже соскучились по футболу, но уже сейчас сортовали очередные туры, сыгрался седьмой тур в чемпионате МЛС, есть какие-то сенсационные результаты. Что было? Давайте посмотрим. Вы смотрите PlayLoud Американской Лиги МЛС. Меня, как всегда, зовут Ринат Цубеев. Начинаем! Представлю моего сегодняшнего гостя, игрок, но не игрок чемпионата МЛС. Все возможно. Максим Геннадьевич Симонов, руководитель Amateur League. Максим, вот всегда, когда ты приходишь к нам в эфир, не знаю, что тебя спросить, поскольку спроси что угодно, Максим всегда ответит. Как дела в лиге? В лиге хорошо, в МЛС еще лучше. Я пришел, наверное, в тот момент, когда в лиге случилось три власти, потому что сумасшедшая плотность турнирной таблицы, особенно наверху, соответственно, три команды имеют по 16 очков, три по 15. И все очень непонятно. Возможно, мы лишились спортинга, но зато приобрели много таких классных побед. То есть уже прям спорили, лишились все-таки спортинга. Ну, я не знаю. Я думаю, команда систематически на старте этого сезона есть сложность. Это заметно. Это команда, образно Рябинкина, прошлого созыва и этого, если сравнить бразильскую и американскую лигу, две большие разницы. Действительно, спортинг не похож на себя, хотя, в принципе, я отбирал очки. У лидеров играл ничью, не хватает пока побед. Но посмотрим, преодолеет кризис или нет. Опять же говорю, давай больше футбольные моменты рассматривать. Тут, я говорю, очень все закрутилось. И надо разложить все по полочкам, кто заслуженный лидер, кто нет, а кто-то на время. А может быть и все. Ну, вот-вот и посмотрим. Вот так вот, коротко, ясно. Максим начал сегодняшний эфир. Перейдем сразу к обзорам. Сегодня у нас аж шесть матчей снято, поэтому поспешим их смотреть. И первый матч – это противостояние Далласа и Монреаля. Давайте смотреть. Даллас непривычно видеть в синих футболках. Я не люблю, когда команда играет в одинаковых футболках. У меня сразу все разится. И очень тяжело наблюдать за игроками. Но все-таки. Давай немножечко скажу о том, что было. Я не знаю, следил ты или нет. Но до седьмого тура Монреаля смог набрать очки в матчах против Ванкувера, Спортинга и Портланда. В принципе, не самые сильные команды. И вот сейчас они встречались с, по сути, чемпионом прошлого сезона. Матч проходил под диктовку Далласа. В принципе, я думаю, это было, наверное, все-таки очевидно. А впервые смотришь обзор, наверное? Да, видео появились совсем недавно, поэтому не успел подготовиться. Но здесь отметим очень хороший удар шведой. Так, подкрутил мяч. Не самым лучшим образом действовал голкипер. Но, как говорится, мастерство нападающего было в разы сильнее. А вот здесь потрясающий удар, по-моему, Крупников. Нет, нет, не Крупников. Крупников отличится дальше в похожей ситуации. Очень красивый гол будет. Ты еще увидишь его. Смотри, классно, во-первых, перехватил. И не раздумывая, с правой ноги пробил классно. Голкипер попытался в прыжке как-то нейтрализовать момент. Не получилось. Все очень быстро, на хороших скоростях. Еще один момент у Далласа. Здесь, правда, голкипер надежен. Касаемо Муриали, ты правильно заметил, что они взяли очки с командами более приближенно к своему уровню. Ну, конечно, когда играется матчей против Далласа, очень сложно. И Даллас та команда, которая не любит терять очки с командами, где три очка, они должны спокойно три балла положить себе в карман. Муриным в этом плане очень грамотно умеет настраивать команду. Я не увидел, в принципе, от Далласа какие-то глобальных потери по прошлому сезону и поэтому. Что касается, вот здесь, ну классно, здесь вот топ месяца, мая надо заложить, но опять же, смотри, стенка, ну и стенку прокинул, пробил, нет, ну все классно. Тут даже, тут, наверное, не стоит искать виновных, просто стоит поздравить Даллас, но здесь еще один момент уже был у команды Мурина. Видим то, что Муриаль пытается что-то нащупать, здесь потрясающий сейф делает Алиев, потрясающий сейф он сделал в матче сборной, когда отразил пенальти, играли с Бразилии, полуфинал. Евкин 11 раз не мог вытащить, он вышел, да, испугал буквально бьющего, там, влево-вправо, эмоционально и вот принес очень важную победу МЛС. Парни вышли в финал, где могли, в принципе, также перевести матч в серию пенальти, но не получилось, у Аргентины есть Севастьянов, надеюсь, что и в МЛС появится в скором времени вот такой вот один топовый игрок. С точки зрения МЛС много отличных игроков, но вот знаешь, вот звезды, топы, они решают судьбу матча, вот Женя в этом плане зарешал в финале. Ну не смог он, стабильно это может, скажем так. Ну понятно, команды после матча в интервью сказали, что Даллас набрал свои заветные три очка и не пропустил то, что нужно команде лидеру. Это на самом деле идеально и для атаки, и для обороны, и эти 16 очков, опять же, трое власти. Ну да, показатель. Ну что ж, матч завершился, Максим, пропустил я Копа Америка. Давай прям коротко пробежимся, все-таки коллективы выступают в Копе Америка, два матча уже состоялись. Давай по результатам, да, все правильно, Динамо Хьюстон, Райсинг 10-2. Ну тут все понятно, тут понятно по счету, непонятно по ощущениям, потому что Динамо Хьюстон очень классно выдал матч с Бильграном в первом туре, когда проиграли 0-1, но игра была на контратаках и забить могли, и не только в ничью сыграть, но и выиграть. Ну и Бильграна вот этот гол в конце забили. Здесь Райсинг просто, видимо, вам вначале быстро много забил, а потом уже опустили руки, так говорилось. Ну, по сути, так и есть. Бросили играть, счет разгромный, но, опять же, это хороший опыт для Динамо Хьюстона. Я это сразу говорил, когда выдвигались на чемпионат. Да, когда идет сопротивление матча с командами других федераций, это плюс. Сиэтл-Тигр 4-3, Сиэтл выиграл. Ну, здесь матч, несмотря на то, что счет очень упорный, по игре как-то, ну, ребята говорили, ну, так вот, вроде, в принципе, все очевидно было. Сиэтл просто большие молодцы, ну, а Тиграм, конечно, не хватает пока стабильности, у них укомплектовывается состав. Миша Самединов там ребята из Атлетика берет, а всех надо вписывать время просто. И нужно сыгрываться. И давай коротко, в эту пятницу стартуют еще два матча с участием команд МЛС в Копи Америка. Каламбус Лос-Анджелес Галакси, такой дерби американский. Каламбус Лос-Анджелес Галакси, это то, что хотел Михайлов на жеребьевке, он это ванговал. Вот, как говорят, хотел, получай, но теперь, наверное, надо доказывать все это на поле. По-моему, Лос-Анджелес никак не может победить Каламбус, если я не ошибаюсь. У них там какой-то, не знаю, такой рок, как это, не рок изобилия, забвение какое-то для команды. Тут надо заряжать Капустина. Заряжать Капустина. Как Айпад, зарядочка. Главный арбитр турнира, как всегда, решает. И будет встреча Олдбойс Нью-Йорк-Сити. Ну, здесь очень упорный матч, Олдбойс очень игровая команда, то же самое Нью-Йорк-Сити. Нашла коса на камень, я думаю, не так много голов будет, там 3-4 максимум, мы не исключаем ничью. Вот предположу, что 2-2 сыграют. Все, по копии мы завершили, продолжаем. У нас сегодня просто будет очень-очень большой эфир в плане... Много футбола. Много футбола в плане информации, все верно. Перейдем к следующему матчу, встреча Каламбус-Сиэтл. По сути, имел вывеску один из центральных матчей этого тура. В этом матче. Каламбус, опять, не опять точнее, так же, как и Даллас, поменял форму. Теперь Каламбус выступает уже, который тур в черных футболках. В принципе, и Сиэтл в непривычной для нас красно-желтой адидасской форме. Скажу так, точнее, такой тезис. Ильич Самединов в той майке, который еще в далеком 2013-м обслуживал матч. Что могу добавить? То, что совсем недавно случайно разговорились с отделом графики. И поскольку делают картинки, графики, предматчивают в МЛС в самой крутой форме. Объективно, в этом сезоне Американская Лига очень-очень круто по форме преобразилась. И большой респект капитанам и командам. Но, возвращаясь к футболу, мы видим, как классно действовал нападающий Каламбуса. Выцарпал буквально мяч. И уже игрок, 99-й номер, при помощи небольшого рикошета, но он был здесь ключевым, забивает гол. И Сиэтл в этом эпизоде остается неудел. Вот здесь вот, я так понимаю, что была небольшая стычка. Это, в принципе, нормально для команды Сиэтл. Ну, как, не нормально для футбола, но нормально уже привычно для команды Сиэтл. Вот здесь вот Анатолий Ведерников не получил желтую карточку, или получил желтую карточку, все верно. Жесткий стык, за него обязательно фолл, ему надо обязательно давать желтую карточку. Сейчас Сиэтл отыграется, счет станет 1-1, и после этого настанет ключевой момент в этом матче, это красная карточка Ведерникова. Вторая желтая, красная карточка, и по сути, этим действием он, наверное, похоронил интригу в этом матче. Прав ли я или нет, как считаешь? Ну, первый фолл был по поводу Толи. Давай смотреть второй, ну, здесь все четко. Ну, да, здесь как бы второй фолл умышленный, причем, подчеркиваю, умышленный срыв атаки, не было цели сыграть мяч, все-таки была цель погасить эту атаку. Самединов принял верное решение, не побоялся, дал красную карточку. Почему говорю не побоялся, многие так скептически скажут, но когда играют центральные матчи, всегда рэфы не хотят максимально вмешиваться в игру с точки зрения повлиять на результат. Знаешь, как говорится, при счете 1-1, но левый пенальти не поставят. Если поставят, то не очень опытные судьи. Тут все должно решаться на футбольном поле. Но в данном случае удаление было, и, конечно, окрыленный Сиэтл после вот этого небольшого численного преимущества, как в хоккее, пошел вперед. И мы видим то, что вот здесь вот отлично влево убрал мяч, с левой пробел, как мы знаем, есть кризис игроков, которые играют левой ногой. Ну да, могу ошибаться, у Коламбуса стоял не основной вратарь, опять-таки могу ошибаться, но все-таки Сиэтл воспользовался своими моментами и забил не 1-2, а забил много. Ну вот здесь тоже момент. По основному, не основному, галкиперу заметно, да, потому что в каких-то моментах все-таки можно было подтащить свою команду, может быть, не то что выручить, а подтащить. Ну, Сиэтл благодаря этой победе набирает 15 очков, а Коламбус у нас... А Коламбус пониже все-таки. Пониже, да. Ну вот видишь, встречались конкуренты прямые, можно так сказать, и в этом матче так разгромно побеждает Сиэтл, но, опять же, сказалось удаление. Ну, а здесь вот уже бросили, уже бросили, как говорится, играть. В этом матче было показано аж 4 желтой карточки, помимо красной. Ну, это не так много, в принципе, аж 4. Много, это штук 8-9. Ну, для МЛС я не буду считать, что это все-таки много, все-таки показатель, как считаешь? Ну, тебе... На поле играет 14 человек. Почему 14 взял замены? Ну, хорошо, ладно. Ну, мы не берем Динамо Хьюстон, который 3 сезона играет в 9-ом, а другие-то приезжают там... Начинаешь камнями в городке, да, целый. Я тебя понял. По статистике, у Коламбуса Шипаков отличился единственным голом, у Сиэтла было изобилие голов, Аветисян оформил хит-3, Калимов один гол, Жичко один гол и Самвелян один гол. Что можно? Поздравить только Сиэтл с победой? Сиэтл с победой. Я тебе задам вопрос встречный. Что говорили представители Коламбуса и Сиэтла? Вообще, какие цели у них на сезон? Вообще, я думаю, что было бы странно, если бы хотя бы одна из этих команд сказала бы, что не чемпионство и не пьедестал. То есть максимальная цель. Я думаю, тут абсолютно бесспорно. Не помню, я задавал ли я прямые эти вопросы. Сиэтл точно задал этот вопрос. Они настроены, я думаю, это по игре заметно более чем. Ну и возможно, им это и по силам. Посмотрим. Посмотрим. Команда усилилась. Безусловно, у них огромная скамейка запасных. Разговаривала с капитаном. Поэтому время покажет. Прошло примерно, не знаю, треть. Треть всего чемпионата. Всех двух кругов, которые будут сыграны. Перейдем к третьему матчу. Встреча Нью-Йорка Космоса и Портланда. Давайте смотреть. Встречались команды из нижней части турнирной таблицы. Но все-таки фаворит здесь был очевиден. Я считаю. Нью-Йорк Космос. Вот здесь вот дальний удар. Не знаю, ошибка вратаря или защитников. Космос это пример той команды, как можно из категории аутсайдеров перейти в категорию добротных середняков с амбициями, как отобрать очки у лидеров. То есть вот Космос, команда прогрессирующая. Очень полезно. Я думаю, ребята провели зимнее первенство, зимний турнир, набрались опыта, подбираются составом. Может быть не всегда хватает стабильности с точки зрения приезда, формирования, но прогресс, командарины на лицо. И это то, знаешь, вот я когда шел на эфир, думал, что же сказать по отношению того же самого Портленда, Филадельфии. Те команды, которые пока набирают очки или очень мало набирают, проигрывают крупно, разгромно. Вот наверное нужно просто вот этими примерами. Но если одним удалось в течение 6-8 месяцев сплотить обалденно крутой коллектив по меркам МЛС с точки зрения середняка, парни, вам тоже это все будет по силам. Кто-то сыграется, кто-то, образно говоря, добавится. И это такой универсальный рецепт. Если возвращаться к футболу, мы видим то, что Космос в основном атакует низом, даже по хоккейному. Вот так вот на третьего три голевые. И здесь голкипер, конечно, не у дел остался. Но, к сожалению, все-таки сказывается разница в классе все-таки. Может быть даже в опыте таком пресловутом, который не хватает Портленду. Поскольку все-таки вот видим вот здесь, что защитники возвращаются, но буквально несколькими действиями можно оставить защитников не у дел. Да, представь, атака 3 в 4. 4 игрока Портленда и, по сути, все 3 игрока Космоса, они бесхозные. Да, и момент, и завершение. Но я смотрю, у Портленда молодой состав. То есть почему бы не прогрессировать? Не почему бы, а они должны прогрессировать. Я считаю, вопрос только времени и, возможно, просто игровой практики. Вот здесь вот будет хороший момент у Портленда. Буквально через несколько, не знаю, мгновений Портленд 2-3 атаки подряд совершит. Сумеет все-таки забить, как исход 8-1 в этом матче. Портленд, честно, я могу сказать, многие команды выступают скептически против команды Портленда и Филадельфии, как все-таки аутсайдеров на данный момент. Мне команда симпатична, поскольку я помню себя, когда мы только-только... А мне очень нравится название Филадельфии. То есть мне вообще очень-очень приятно. Но это да. И когда команды все-таки стараются, не бросают, не снимаются и прогрессируют, забивают, пытаются набрать очки, вот это приятно, поскольку рост очень виден. Но здесь просто, знаешь, Ренат, если убирать вот эти ремарки очень больших похвал, а просто абстрагироваться, дать совет, что нужно делать, надо просто в первую очередь плясать от печки. Игру в атаке, она устанавливается всегда очень сложно. В обороне все равно... Я уже слышал. Все равно, да, начинать от обороны полегче. Если и Филадельфия, и Портланд, и другие упорядочат игру в обороне с подстраховкой, даже может перейти вначале на схему 4-2-1, и иногда, например, моя команда иногда это репетирует, либо, например, 3-4 без нападающих, но с очень грамотной подстраховкой, то может быть, может быть, это и придет. То есть тут не надо всем мчаться в атаку, там, может быть, один-два своих забить, но пустить охапку. Да, тут очень надо концентрированно. Вот здесь вот момент оператора. Да, основания были для пенальти, на мой вкус и цвет, ну, как мы поняли, не назначили. Ну, также основания были не назначить от пенальти, то есть на момент 50-50, как любят судьи говорить. Здесь вот Портланд опять... Ну, здесь вот по-хоккейному. Портланд опять спокойно играет, не знаю, как у себя дома в штрафной команды Портланд. Ну, нужно просто набираться опыта и просто игровой практики. Я думаю, повторять нечего. Здесь вот три игрока Космоса против, наверное, двух игроков всего лишь Портланда. По статистике у Портланда все-таки один гол забил Чижонок, и у Космоса хитрик оформил Хромогин, и по два гола забили Соломатин, Саркисян, и одним голом отличился Климов. Ну, хитрик и два дубля, да? Вот так. Да. Многим удалось забить. Не знаю, много ли осталось по этому матчу. Много моментов все-таки было. Вот здесь вот я помню, что когда смотрел, Портланд забьет вновь. Здесь, ну, буквально на пустые ворота. Ну, вот опять, смотри, три защитника, два игрока атаки. Тут чисто позиционные ошибки. И тут не надо психовать, волноваться. Тут просто нужно вот так же в момент эфира и просмотра разобрать, подсказать. Вот игрок ушел, вот к нему не подошел четвертый, а третий уже должен быть играть на дальнем. То есть и голкипер, опять же, и на лево, и на право голкипер разрывается. Даже пробовать играть по позиции, а не персональность игрока. Ну, ничего, парни, опыт придет. Не будем сейчас так как-то журить особо. Тут, опять же, просто даем какие-то советы на свой вкус и цвет. Все равно на поле, когда играешь, все по-другому. Все абсолютно по-другому, все правильно. Ну что ж, 8-1. Поздравляем New York Cosmos с, наверное, заслуженной победой, с теми очками, которые для них, безусловно, в этом матче нужно было набрать. Продолжает Cosmos свое восхождение в середине, ближе к верху турнирной таблицы. Мы переходим дальше. Следующий матч, по мне, как не имел вывеску матч-тура, но в то же время безумный интерес, наверное, самый интересный матч в этом туре – это встреча Red Bulls и Орландо. Сразу скажу, что матч завершился со счетом 3-3. Давай смотреть. Только ты сказал о форме. Мы видим, что Red Bulls экипировался в форме Red Bulls. Это просто сумасшедшая форма. Браво парня, Орландо, мы видим, форма совпадает, поэтому пришлось надеть манишки, судья Валентин Бакаев. Отличная погода в воскресенье. Ну и, как оказалось, был отличный футбол, и в итоге счет 3-3. Орландо, команда, вот опять же, со стороны, да, а мнение со стороны всегда интересно. Здесь вот пенальти будет. Первый гол забьет Орландо. Ну, все четко. Red Bulls два раза отыгрывался в счете. Следовательно, Орландо ввел в счете два раза. Я тебя перебил. Да, Орландо – команда, которая, ну, все отмечают, что это команда, которая должна бороться за медали. В принципе, все это получается. Команда идет в лидерах. Но все время, когда я смотрю футбол Орландо, мне кажется, что они могут еще больше. Знаешь, вот эта вот какая-то нотка недосказанности, причем в каждом матче, даже несмотря на то, что когда они крупно побеждают, у меня лично остается. И поэтому, мне кажется, Орландо еще раскочегарится. Команда такого большого скрытого резерва и очень-очень сильный, серьезный конкурент в борьбе за чемпионство, подчеркну. Что касается Red Bulls, ну, как они у нас идут по турнирке? Сейчас вот перед глазами нет. Red Bulls. Смотрел я. Да, вот здесь гол очень неплохой забивает, обновляя свою форму. Red Bulls сейчас идет десятый в турнирной таблице, девятый, девятый, прошу прощения. Они идут девятый, у них... Ну, две победы, ничья и четыре поражения. Забивая 24, пропускает 16. То есть, в принципе, характеристика средняя, то есть на уровне того же самого Космоса, но... Знаешь, Максим, что я скажу? Разговаривала, вообще скажу так, что сегодня должны были приехать к нам в гости Red Bulls. К сожалению, у них не получилось. Когда я говорю, что я хочу вас пригласить, поскольку вы сыграли в ничью с Орландо, с очень сильной командой, на что они не говорят, что это плохо. Мы должны... Ничья нас не устраивает абсолютно. Значит, здесь вот небольшой пересвет. Погода все-таки сыграла свою роль в работе операторов. Здесь Орландо забил третий мяч, счет 3-2. Какой-то святой момент прямо. Святой момент. Видно, что игрок на штанге стоит, но, к сожалению, не подстраховал. Вот здесь вот удар головой. Ну, а здесь, ребята, возьмите, распишите, получите. Четыре игрока стоят, стоят, именно просто стоят, не играют по эпизоду. И седьмой номер вколачивает гол. Отличная передача 88-го, мягкая, чуть-чуть вот такая подкруточка. И здесь расстреляли голкипера, все по делу. Ну, Red Bulls сохранили вот эту вот интригу, ничью 3-3. Ну, как видишь, даже недовольны. Это говорит о том, что парни весьма амбициозные. И вот это, может быть, даже где-то молодость и задор, она всегда города берет. Слушай, мне всегда нравилось в МЛС, честно, не слежу я за чемпионатами другими. Мне всегда нравилось, что команды действительно готовы огрызнуться абсолютно на любого фаворита, не фаворита. Там ту команду, которая идет на первом месте. Команды готовы бодаться абсолютно со всеми. Именно поэтому у нас такие сильные сдвиги. Ну, что ж, поздравляем обе команды с набранными очками. Либо, к сожалению, они не набрали, не добрали то, что хотели бы, могли бы. На этом с этим матчем все. Переходим к следующему матчу. Это матч Ванкувер-Филадельфия, в котором счет на табло 2-9. Филадельфия, я считаю, все-таки разгромно проиграла. Давай смотреть. Еще одна команда, о которой мы говорили, которая, к сожалению, пока не может найти свою игру. Я смотрю вот здесь вот моменты. Филадельфия начинает атаковать, начинает пробовать. И вот здесь Филадельфия впервые поведет в счете. Здесь навес, удар головой и гол. То есть Филадельфия, команда, которая пропускает двузначное количество голов, все-таки ведет в счете, но затем, к сожалению... Подача хорошая, отмечу, с левой ноги, опять же. И здесь позиционная ошибка защитника. И очень грамотное действие девятого номера, нападающего Филадельфии. Ну, эпизод, все сделали круто. Ну, а здесь вот такой вот очень интересный эпизод. Ванкувер отобрал мяч, как мы понимаем, после вот этого пропущенного гола. Для них, может быть, это было неожиданно. Они только оживились. Я думаю, они входили также в сезон после этого перерыва. И там минут 10 там потребовалось. Вот пошел футбол с левого фланга, пошли разрывы и сразу уже... Не знаю, мне очень сильно не понравилась игра голкипера. Ты еще увидишь, там будет большое количество именно вратарских ошибок. Я не спорю, что не все ошибки вратарские, но все-таки будут ошибки, которые все-таки стали судьбоносными для Филадельфии. Сейчас будем смотреть по игре. Видны проблемы в обороне, о чем ты говорил в матче с Портландом. Нужно строить оборону, поскольку теряют игроков, не могут чисто позиционно так встать для того, чтобы перекрыть. Ну вот, опять же, 92-й номер провожает. То есть, если центральный защитник, который играл по этому эпизоду, не дотянулся, то 92-й номер допускает, опять же, грубую ошибку. Но мы видим, вот эти вот прорехи в обороне, они чреваты. Это в первую очередь. По поводу голкипера, знаешь, я скажу свое мнение. На самом деле, голкиперов классных в Москве не так много. С учетом того, что, во-первых, они заиграны во многих лигах. Во-вторых, опять же, голкипер, это всегда... Любой вратарь, это немножечко щелкнутый. То есть, тут давай честно скажем, это такая профессия. Вот я вообще могу сказать, все вратари, с которыми я лично там играл в команде, либо там призывал в сборную, они все какие-то своеобразные, как минимум. Как минимум, не то, что они там психи, да, но вот какой-то у них все время ритуал есть. Поэтому голкипера такого адекватного найти очень сложно. Но есть моменты, где действительно не очень качественно действует голкипер в Филадельфии. Я думаю, тоже выводы какие-то определенные сделаем. Ну, опять же, понимаешь, вот его расстреливают с 6 метров. Да, он здесь, он высокий, у него опорочка. Он стоит сейчас, да, на прямых ногах, это видно. И все, и он складывается не очень удачно, и все, и получается. И вот здесь вот рядышком момент. То есть, тут вопрос, опять же, к обороне. По Ванкуверу команда интересная. В том туре они обидно проиграли Red Bull с той командой, которая... Ну, здесь вот, конечно, а мы выбегаем и встречаем трамвай, да, и вот получаем вот этот вот гол. К другому нельзя, наверное, сказать. Ванкувер на 11-м, спасибо, вместе идет. У них две победы, да, соответственно. И пока 6 очков. Я думаю, Ванкувер способен на большее. Очень длительная серия вот по сыгрыванию, наверное, по вхождению в чемпионат у них затянулась. Вот на старый чемпионат. То есть, в принципе, команда способна прогрессировать больше. Касаемо Филадельфии, ну, тут, знаешь, какой план и какая цель у команды на сезон? Мне кажется, главное сыграться, главное понять свой рисунок. А с учетом там игры Портландо, Филадельфии и других он должен быть сугубо оборонительный, с хорошей контратакой, с самодачей. Вот это, кстати, мне очень нравится, что ты это подчеркнул. Очень многие команды замечают, что их хватает какой-то самодачи, понимаешь? Не бросать игру там на 50-й минуте, это тоже очень важно. То есть, вот, а когда ты играешь, вот отлично так сказать, а когда ты играешь структурно, знаешь, иногда и соперник начинает психовать, и у них что-то начинает не получаться. То есть, нужно вывести соперника из зоны комфорта. Ну, вот так вот Максим резюмировал исход этого матча. 9-2, победа Ванкувера, уверенная победа. Филадельфии пожелаем дальнейшего прогресса. Но видно то, что Филадельфия в майские праздники отдохнула лучше. Посмотри, кстати, вот сейчас, если мне память не изменяет, будет очень, вот буквально с минуты на минуту будет очень хороший. Вот, вот смотри, хороший розыгрыш в исполнении Филадельфии. Ну, такой реально хороший гол. Ну, это барселонский, ребята. Да, но мне вот это понравилось, поскольку в исполнении Филадельфии такого мы не видели. Я не знаю, знаешь ли ты, проводили ли они какую-то селекционную работу, подписывали ли кого-нибудь? Я думаю, Филадельфия на старте, именно это как раз команда, в которой селекция кипит, потому что много новых лиц, и мы видим то, что и усиление, и какие-то ребята приходят, какие-то уходят. Это нормальный процесс. То есть, вот я всегда привожу в пример, в 2014-13 году была команда Вильяреал, который строил Демьян Белозеров, и для того, чтобы построить из нее, вот, из прям вот аутсайдера, которого обыгрывали все команды, которая в Испании боролась, и брала бронзу, и боролась за медали, прошло через команду 80 человек. То есть, 80 человек, и это нормально. Пассажиры были отцеплены, да, если говорить грубо. Опять же, пассажиры не только с точки зрения футбола, а с точки зрения отношения к команде. Это самый ключевой момент. И если человек не хочет играть в команде, его не надо держать. Нужно найти другого, который будет со всем трепетом относиться. Так что, главное, Филадельфии не огорчаться. Очки придут. Вот, руководитель лиги резюмировал, сказал, примите, распишитесь и возьмите себе на заметку. Сейчас мы дойдем до Динамо. Да. Следующий, заключительный снятый матч, матч второй, который имел вывеску центральный матч тура, это противостояние, такое уже давнишнее противостояние Нью-Йорка Космоса и Лос-Анджелеса Гэлакси. Сейчас хочу, чтобы ты дал... О Нью-Йорк-Сити. О Нью-Йорк-Сити, прошу прощения. Мне сейчас нужно, чтобы ты дал свою такую хорошую, качественную оценку, поскольку мы любим критиковать игру, капитанскую игру Максима Михайлова, именно его построения командные. Давайте смотреть. Матч закончился со счетом 6-0. Я сейчас даже цитату. Провал-позор. Все, что сказал Михайлов, и сказал, что это было очень сильно похоже на порно, особенно во второй половине. На этой фразе, я думаю, подписчиков этого видео будет больше. Что касаемо Нью-Йорк-Сити, когда они все приезжают с настроем, они в порядке. И, наверное, это, на мой вкус и цвет, одна из самых сильных команд чемпионата. И, может быть, меня чуть-чуть Даллас так пожурит, но, возможно, самое сильное. Опять же, на мой вкус и цвет. Перед стартом сезона Алексей Чепрасов, когда перешел в Нью-Йорк-Сити, он сказал, блин, ну, знаешь, Максим, мне кажется, там особо бороться не с кем. С точки зрения чемпионата. Вот у нас очень хорошая, сильная банда подсобралась. Я говорю, нет, сезон будет сложный. Я говорю, все равно будет 5-6 команд, вот я, в принципе, угадал, которые будут вкупе вот так сражаться максимально. В принципе, так и получается. Смотря на то, что Нью-Йорк-Сити обладает максимальным подбором хороших игроков. Очень индивидуально сильным по уровню. Но иногда случаются матчи, когда они действуют ниже своего уровня. Послабление, несбор и так далее. Что касаемо Лос-Анджелеса, Михайлов все правильно говорит. Это позорный результат для команды, которая уже там с трехлетней историей активно сражается на полях Амата-Орлигии. Когда ты играешь с топовой командой, себе равной, как вы позиционируете, конечно, надо рассчитывать на иной результат. Но здесь просто был день Нью-Йорк-Сити, которые сыграли хорошо. Это, наверное, команду поздравляю с этим. Ну, а вот смотри. Даже Орлов ошибся. Орлов ошибся, не накрыли, комдун даже нос опустил, да, повесил. Это же видно. Барометр игры Лос-Анджелеса – это хорошее настроение комдуна. Вот в этот день у него оно было скверно. Комдун решил всю игру. Ну что, 6-0. Здесь вот будет момент. Вот если возвращаться к матчу, поговорить по футболу, Нью-Йорк-Сити сделал все здорово. Разложил по косточкам вот этот момент. Кстати, Орлову тоже можно сказать, что он немножечко был неправ. Уже заваливался, шел в левый угол, опорка не стояла. И даже если чуть ближе мяч прошел к его ноге, он бы все равно не потащил. Учитывая, что мяч очень-очень медленно шел. Хотя по Орлову могу сказать человек, который вот может и такие матчи выдать. Я говорил. Да, противоположно сыграть просто нереально. На каком-то там сумасшедшем фарте, классе, опыте что-то там затащить и быть героем. В одном из недавних эфиров мы его прозвали всемогущим Орловым, поскольку был момент, когда он выдавал просто великолепную игру. Доставал великолепные моменты, учитывая, что вратарь все-таки нерослый. Но мы видим это. Здесь вот... А, ну и, кстати, после этого матча потом увидел объявление, что Никита Питчиц потерял наушники Bluetooth. Кто нашел, ребят, просьбу вернуть. Здесь вот во всеуслышание говорим. Может быть, этот эфир, точнее не может быть, эти эфиры смотрят больше людей, чем капитан Питчат. Может быть, взял это на Яны, не стучай. Как и три очка в этом матче. Ну что ж, вот здесь вот заключительный гол забил Нью-Йорк, уже так спокойно разобравшись в штрафной. Уже спокойно, даже без нервов, смогли игроки спокойно разобраться. Ну вот два человека на пятачке, где защита, где все. Орлов здесь, кстати, очень грамотно позицию занимал. До последнего сопротивлялся этому удару и практически мог достать. То есть вот по этому моменту он отработал с точки зрения профессионального вратарского мастерства достаточно достойно. К сожалению, Лос-Анджелес Галакси проиграл со счетом 6-0. Пожелаем ребятам не отчаиваться. В любом случае, это та команда, которая еще навяжет борьбу. Я даже не сомневаюсь. У них и кубковая игра в пятницу, и дальнейшие игры в чемпионате. У Нью-Йорка отличились Семенов хит-триком, Павлов отличился дублем. И один гол забил Рябухов. Ну что ж, по видеообзору мы прошлись. Один матч, к сожалению, не состоялся от матча участия моей команды. Техническое поражение спортингу 5-0. Вообще обидно, потому что мне кажется, упорно получил бы игра. Честно, честно. Когда ты сказал о том, что будет техническое поражение, мы в какой-то степени, так положа руку на сердце, обрадовались этому. Поскольку мы привезли бы не самый оптимальный состав, было бы очень сложно играть. Играли бы без замен. Это я сразу говорю. Тяжело нам было. Я правильно сказал, 9 тысяч человек весь сезон играть. То есть замен для вас праздник? Замен для нас это действительно праздник, Максим. На кубковые игры собираем замены, стараемся, бодаемся. Но здесь спортинг подарил нам 3 очка. Не будем считать это каким-то, я не знаю, не будет для нас это восторгом. Просто так и есть. Будем дальше бороться. Пройдемся по турнирной таблице. Ты смотрел ее уже. Я для наших зрителей оглашу ее. Три команды, которые имеют в своем активе по 16 очков. Это Даллас, Орландо и Нью-Йорк-Сити. Затем аж три коллектива, которые имеют в своем активе 15 очков. Это Динамо, Хьюстон, Сиэтл и Коламбус. Затем идет Лос-Анджелес, Галакси, Нью-Йорк-Космос, Рэдбулс, Монреаль, Ванкувер, Портланд. Спортик Канзас имеет в своем активе 2 очка. И Филадельфия, к сожалению, пока еще не смотрит. Давайте резюмируем. Наверное, 7 команд борются за самые высокие места, в том числе за чемпионство. Если говорить по космосу, но это команда, которая, наверное, больше возглавляет второй пул, вот эту вторую семерку. Там она лидер и фаворит, а здесь все возможно. Давай так порассуждаем. Что касается квот на кубковые игры в этом сезоне? Команд прибавилось. У нас же традиционно в конце года, в декабре, проходят конгресс-лиги, где распределяются квоты. Лига-чемпионское место одно, копы 4, еще Матер-Кап 3. 8 коллективов могут бороться за участие в не только первенстве МЛС, но и в межлиговских турнирах. Все верно. Ну что ж, Максим, мы подходим. Погадаем, повангуем. Да, погадаем, повангуем. К сожалению, не провожу я статистику. Нужно будет посмотреть эфир и узнать, угадывают ли гости исходы матча. Угадывает только Михайлов. Угадывает только Михайлов? Да. Не знаю, угадал ли он со своим матчем в седьмом туре. Давай посмотрим по восьмому туру. Я тебя называю матч. Я вижу уже. Видишь? Я уже вижу. Нью-Йорк-сити, Даллас. Я об этом уже сказал. Я думаю, очень так интересную заправку и какое-то живое общение будет, потому что я очень сильно похвалил Сити, так спокойно похвалил Даллас. И вот они играют между собой. Матч, определяющий с точки зрения, наверное, вот в этом вопросе. Кто, Даллас или Сити? Ничьи не будет. Я поставлю все-таки 60 на 40 в пользу Нью-Йорк-сити. Поставлю на 4-3. Но игра сложная на три результата. Сиэтл, Динамо, Хьюстон. Сиэтл, Динамо, Хьюстон. Сиэтл фаворит на фоне уверенной победы над Коламбусом. И у Динамо, Хьюстона была неделя отдыха. Плюс или минус, все-таки минус, потому что давно не играли. Я считаю, что это минус. Да, и в 23 мяча Сиэтл, я думаю, победит. Нью-Йорк-космос, Лос-Анджелес-Галакси. Вот это, кстати? Нет, нет, нет. После больших поражений, еще одно поражение не допустит команда Михайлова. Я поставлю на 3-1 в пользу Лос-Анджелес-Галакси. Несмотря на то, какой футбол покажет космос, футбол Галакси будет в два раза сильнее. Я тебя услышал, я думаю, зрители тоже. Спортинг Рэдбуллс. Я поставлю на 5-0 в пользу Рэдбуллса. Филадельфия-Монреаль. Монреаль проиграл 4-0 Далласу в этом туре. 1-1. 1-1. 1-1. Первые очки в копилку Филадельфия. Скриньте, я не знаю, делайте что угодно, записывайте на диктофоны. Да я посажу просто. А, даже так. Следующим эфиром мы это обязательно обсудим. Орландо-Ванкувер. Орландо-Ванкувер 4-1 в пользу Орландо. Орландо не так много забивает. Ванкувер тоже так вот в этих размерах, но я думаю, Орландо. Коламбус-Портланд. Ну, здесь... Коламбус проиграл. Коламбус проиграл. Ну, класс команд все-таки чуть-чуть разный. 7-2, 6-2, вот так я думаю. То есть все-таки достаточно большое количество мячей. Ну что ж, вот и мы услышали прогноз на восьмой тур. Максим, я благодарю тебя за то, что ты посетил наш сегодняшний эфир. Это всегда праздник для нас. Это такая аналитика, глубокая аналитика для... Без глубокого подхода, да? Ну да. Ну что, спасибо большое. Всем командам я, как всегда, желаю любить и играть в футбол. И до новых встреч в студии PlayLoud. Спасибо.